так еще раз добрый вечер саде значит почему я и зачем отвлек общее внимание так случилось где-то это вчера уже не помнили позавчера алексей алексеевич разместил информацию про один вебинар я этих людей не знаю вот но вебинар лично у меня всколыхнул это наверно был еще какой-то кристаллик вот тех проблем которые я хотел осветить темы я не считаю что она там простая может быть местами получится и нудно но я постараюсь уложиться в 30 30 ну 35-40 минут вот но мне кажется это очень важная тема и выводы у меня получились неоднозначные поэтому этот материал и сцене которые подготовил именно для того чтобы дискуссия его поддержать покритиковать и найти какие-то другие решения и так вот был некий вебинар который проводил или культура мышления посвященная искусственный интеллект естественному интеллекту ну тот кто хочет может его посмотреть да действительно в оперативном смысле это специальный материал но именно в оперативном смысле потому что человек который представлял а заранее если вдруг как-то эта информация там да и и дойдет с огромным уважением к тому что он сделал прекрасно подготовил материал прекрасно в нем ориентируется но что самое ценное в этом материале я выделил он как раз сумел показать вот это вот границу передний край пересечения гуманитарных но спасло здесь гуманитарные подходит или там человеческой логики которые находятся все люди в той или иной логике даже не обсуждается какая она логика именно человек который не программирует который живет нормальной или ненормальной жизни и человек который программист и что вот эти логики процессе так скажем перенесения идей естественно интеллекта на цифровую среду какие возникают проблемы и вот некоторые слова теги которые были им произнесены значит выращивание выращивание обращаю внимание естественно интеллекта нет системности гуманитарных областях что механика восприятия машины происходит по другому и здесь мы имеем образ текст образ и вот они пошли там дальше ключевые фразы так это между делом можно ли в цифровом мире размножаться что же есть bios конфандры программным обеспечением становится тема green кодинг то есть экономии экономия электроэнергии потому что некоторый код начинает очень сложно вернее затраты большой энергии еще раз к огромным уважением к людям провести которые провели этот вебинар просто этот вебинар явился таким кристалликом аттрактором лично для меня который и вызвал вот эту тему который находится у нас заголовки кремниевая против углеродный форм жизни как бы не больше не меньше потому что мы видим что в разных частях планеты или и вот эта команда в частности чем она занимается она занимается переносом нашего всего человеческого обучая цифровой мир теми способами которые это возможно только сделать и в результате в результате если мы посмотрим конец этого вебинара он использует свои достижения свое понимание работает то каким образом он обучает в мире не обучает а переносит нашу человеческую логику цифровые технологии то по существу по существу сбывается вот то предсказание или вине западный анализ я вот здесь как раз материалы которые в сбере были предоставлены что мы начинаем получать поколение воспитанное искусственным интеллектом по существу свой опыт общения с машиной или какие-то достижениями нецелостности в этом и осознание он будет применять и будут применяться для воспитания человека для воспитания молодого поколения но вот мы сейчас уже говорим про тех детей которые родились после 2020 года сама тема которая была раскрыта она не нова новость вот допустим конкретно в этом частном случае заключается то как это красиво раскрыто то есть вот это вот показано показано вот эти разные логики человеческая логика из любой предметной области и логика того каким образом это человеческая логика это человеческие образы ложатся именно на цифру на компьютер это вот в этом плане если кто хочет получить представление это очень важно хорошо эта мысль отражена так секундочку немножко да вот тогда получается у нас такой вопрос вот николай николаевич дуда который рассказывал это какие у него были ключевые акценты рацио человека чувство человека методы цифровых представлений это гуманитарная логика рассматривается вопрос передачи знания человека компьютеру и наоборот и вопрос вообще-то здесь уже предрешенный а почему он предрешенно рассматривается узко специальные темы как я и начал с момента когда я начал говорить узко специальные тем каким образом знание которую человек передать в компьютер и этот человек николай николаевич который делал ключевой доклад находился как бы в двух процесс с одной стороны гуманитарная с другой цифровая и и я должен сказать что вот таких я в частности этим же занимаюсь людей которые в разных местах планеты на перегонки обучает технические устройства программный сервис так скажем не останавливаясь ни на минуту на всей поверхности планета земля этим занимаются и у меня нет никаких сомнений никаких сомнений что в конечном итоге будут преодолены все трудности если так можно сказать и мы можем говорить о неком финале приобретение вот это технического некого бессмертия в системе координат человек техника человек да и вот здесь я интересно делаю проброс почему я говорю очень много неоднозначно так случилось за это время когда мы составили наш лет минимум ну конечно может быть не до конца глубоко я познакомился с мирами нашего саде и зотова степан андреевич и замечательными книгами такими как империум человека история героев мир героев космоплан для жизни посмотрим какие же здесь ключевые акценты но во всяком случае это то как у меня отразилось в моем сознании здесь дух человека чувство человека тело человека их взаимодействия рассматриваются ну я взял только одну пару логика добра логика зла ставятся цели ставится вопрос зачем и где-то одно из важных акцентов безусловно там много параметров я просто про ключевые окончательная победа добра над злом от духовного и физического несовершенства мы переходим к совершенству и к вечной победе над смертью то есть некий как бы финал я его так обозвала обозначил этой борьбы это духовное бессмертие и автор здесь рассуждает именно в системе координат человек общество человек мы видим вот две такие разные логики безусловно и в том подходит и в этом подходит всегда что-нибудь останется не освещенный читателям в данном случае мной внешне наблюдать будет может быть выделено не совсем то что хотели авторы сказать а я увидел то что увидел но в любом случае мы видим диаметральные разные вещи и помимо того что безусловно там задевается очень много аспектов но именно ярко высвечивает что в одном случае человек общество человек в другом человек техника человек то есть вот такой все остальные заказы и получается два разных результатов вопрос смогут ли люди которые ну соответственно разделяют мнение одно и мнение другое когда-то совместно работы могут ли они договориться получится ли у нас результате вот это совместное нужно или не нужно это другой вопрос сплочения вопрос совершенно неоднозначный и ответ на него очень непростой и он тоже системный как и вся весь этот разговор он фундаментальной системе давайте посмотрим еще точку зрения других людей взаимодействие естественных и цифровых языков в данном случае я использую один из слайдов группы гиперграф который представил очень прекрасную модель того каким образом у нас происходит общение в мире это мир естественных языков понятно на сегодняшний день там английский французский русский китайский и так далее но был нам в помощь процесс начинает объединяться в то же время есть языки объединяющих дисциплинарные языки так называемые это языки математики музыки то есть вот эти пиктограмм очки ну дальше не будем продолжаться они понимаем и на любом языке любой страны если человек музыкант и если даже не математик но понимает что один плюс один калькулятор в этом смысле везде одинаково это человеческое общение то который мы получили в результате нашего развития что же мы видим когда мы переходим в мир техники бац а здесь абсолютно другая ситуация языки программирования совершенно не имеют так скажем вот такого образа который мы здесь видим и более того язык программы написан программистом как бы сейчас странно не прозвучит никто никогда не читает кроме компьютера кроме компилятора который ее компилирует даже руководитель это очень очень редкая история проверяет этот модель и тогда получается пускай это явно не высказано было вот в том докладе который меня так скажем кристаллизировал напряг да и а вот например вот в этой модели возникает какая задача выстроить некую общую модель единую целостную модель с единым каким-то фрактальным языком желание конечно похвально но модели логики абсолютно разные логика цифрового мира и логика гуманитарного мира возникает вопрос о чем мы мучаемся с этим зачем их совмещать кому это надо но так уж случилось что цифровые решения программные средства ну как бы ускоряет некоторые для нас процессы и здесь вот она эта классическая картинка курсвейл снук спанов это западная и наше мы это много раз обсуждали видели мы рассматриваем не технологическая сезон гулярность а особый период но рост мощности человека и общества здесь привожу фразу из того что мы сейчас как лет минимум изучаем на 282 странице собственно говоря рост мощности обеспечивается взять типа в основном за счет вот в сегодняшнем состоянии человечество рост источники энергии создание новой конструкции и систем управления все что можно назвать одним словом техника мышление человек есть творческий процесс который реализует эту функцию переноса и утилизация идей это цитата действующей конструкции преобразует и природы сама человек то есть дело абсолютно важное и вот в данном случае когда мы переносим свою человеческую логику на технический язык вроде как делают абсолютно полезное важное и нужное потому что в частности так создаются системы управления именно в синтезе человек программная сервис и техническое устройство ну вроде бы все хорошо все так все нормально но здесь есть одно очень тонкое место и это тонкое место техника так уж случилось трудно понять почему но это понятие даже сегодня на сегодняшний день ускользает от понимания того что она начинает приобретать субъектность давайте глянем достаточно быстро цель у нас не стоит до конца глубоко а именно поверхность а схватить эти все проблемы и и как раз вот я подведу к тем выводам которые получились и так техника значит как преобразовывалось это понятие началось оно с аристотеля это было техне искусство ремесленника ну собственно недостойное ученого но есть ремесленники есть ученые которые занимаются очень важными делами следующий этап был связан с тем что техника стала пониматься как органа проекция как продолжение копье продолжение руки топор продолжение руки и так далее ну в принципе такая очевидно понятная мысль и большая часть людей человечество остается как бы именно в понимании техники именно в таком смысле это ведь техника я здесь связываю что это вот как раз понимание людей которые создали наука технической реальности и где они систему координат берут только одну техника техника и не связывают это ни с чем я на это еще раз раз особо буду обращать внимание мы в зависимости от системы не в зависимости от системы координат а те идеи которые опираются на узкую систему координат могут приводить очень неожиданным результат следующий этап в развитии понятия технической реальности системно как целое не просто узко такой русской территория понятия вот именно как техническая реальность был сделано хайдеггером это в 1960 году что это некая так скажем созданная прослойка между человеком и природы которые усопили выполняют какую-то системную роль и многие придерживаются с этой вещь но понятие эволюционирует и следующий этап этого вопроса понимания который был сформулирован русскими учеными пудрином и гнатюком что техника это некая антологическая такая сущность реальность который равносильно реальности неживой и биологической мы видим четыре разных понимания развития техники которые происходят на наших глазах и я если первый второй и третий вариант ну как бы такой знаете обыденно привычно понятный то четвертый четвертый уровень что как самоценность как самостоятельность конечно безусловно чтобы это принять согласиться это это очень серьезная внутренняя перестройка я к ней не призываю я хочу просто донести эту точку зрения и в рамках этой точки зрения вот этим элементом на который как бы характеризовал нашу эпоху условную наш эпоху где-то и там нельзя точно выделить там вот прошлое начиная столетия начали формироваться так называемые техноцинозы по понятию с биоцинозами мы имеем совокупность в технике то есть совокупность техники которая ведет себя во всяком случае все математические расчеты показывают практически как биоциноз в котором как в любом биоцинозе есть очень малое количество особей с высокими параметрами ну например там если это в животном мире там немного там слонов там тигров очень много саранчи то здесь допустим не очень много каких-нибудь уникальных огромных экскаваторов конкретном техноцинозе зато будет много там электродвигателей каких-то мелких ну вот в таком ключе и техноциноз начинает уже это математически в рамках одной системы координат я подсчет и одной системы координат показывается что техноциноз данной школы очень трудно так скажем находясь в логике одной координаты это опровергнуть трансцендентный то есть непонимание непонимаемой в принципе это человек для человека как такового и развивающийся по своим законам то есть сколь угодно и там мобильное устройство допустим она может сколько угодно сложно мы можем в принципе понять а вот уже совокупность поведения всех мобильных устройств на планете земля не поддается с точки зрения этой теории понимания потому что начинает жить своей логике этап развития техноциноза гиперциноз когда у него получается целенаправленно то есть его развитие сверхвысокое вот это сейчас очень фраза важно сверхвысокое развитие и который который возвращаюсь на первой фразе о том что я там вывел вот из этой лекции можно предположить что мы на период так скажем на перегонки обучаясь пытаемся достичь некого технического бессмертия то в этом смысле гиперциноз по отношению к человеку становится технически бессмертным безусловно вот эту характеристику антологических реальностей можно еще несколько дней разбирать моя задача просто донести вот этот час момент и увязать единую картинку всем известная картинка из концепции общественной безопасности о которые вот в самом ее практическом обиде простом который там ну по моей информации впервые зазнобин опубликовал там молодой гарди в девяностом году часть именно но один из он сейчас правда уже умер пришлось с ним встречаться разговаривать как раз на эту тему вот ну то что у нас получается мы все говорим в рамках куртсвейла технологическая сингулярность но не поясняет что будет нечто еще будет непонятно в рамках концепции устойчивого развития мы говорим о том что повышение мощности будет осуществляться за счет именно развития новых созданий конструкций источников энергии и систем управления но закон если так сказать можно сказать закон время за и эмпирическая закономерность гипотеза и который пока к сожалению или к счастью уже не знаем будем смотреть подтверждается что в системе координат общества человек техника скорость смены частота социального времени постоянно растет а частот нам нашего биологического стоит на месте это известная как бы но практически доказана вещь на сегодняшний но единственный почему-то вот с кем я не пытался обсуждать эту тему что мы видим если она растет то если например модели не вызывают там сомнений что мобильник но предположим в первое время раз допустим в три года сменялась поколение мобильник ну вроде ничего страшного хорошо развод тоже понятно но если этот процесс он не останавливает сто раз в неделю раз в день еще как-то осознать может а если новый тип мобильника по этой теории будет меняться раз в один час то это как раз и есть то как бы не понимание того что происходит это не укладывается в нашу биологическую логику она просто ну как бы человек уже не в состоянии на это реагировать никоим образом тогда у меня возник вопрос возникает вообще вопрос а что надо сделать чтобы остаться в этой игре но это я так условно называю вот эту жизнь это логику да если вокруг то компоненты которые мы вырастили и который с точки зрения логики там капа хайдеггера аристотеля является в общем-то управляемый нами то в принципе но понятно такое есть ощущение в любой момент нажал кнопочку все остановилось но с точки зрения логики что это самодостаточная так скажем этот процесс как это достаточно антологическая реальность то возникает масса вопросов которые вот такая вот некая логика развития информационных процессов том что речь сильнее силы документ подведила речь сейчас алгоритм это тот алгоритм нейросетей который взломал операционную систему текст и сломал до верхней поверхности я не говорю про дух про душу но он взломал и делает это точно так же как мотоцикл ни у кого не уберется смысле соревноваться с мотоциклом быстрее меня едет по асфальту вот точно так же сейчас ситуация с текстами с визуальным картинками с музыкой то есть ну вопрос только в одном достигнет этого определенного совершенства через год через два через три через пять но через десять это абсолютно точно но вообще за этим не угонишься и как вот в этом фильме который мы в этом вебинаре который смотреть это упоминание о том что и вопросы размножения тоже историю значит ничего кроме структуры я не нахожу того чтобы оставаться в игре потому что скорость биологического мышления у нас большая глубина большая мудрость связано с духом с душой но когда мы говорим про национальную часть чтобы остаться в этой игре значит надо оперировать структурами поясню что я имею под этим ввиду что необходимо структурировать процессы пространства и взаимодействовать в их структуре на основе онтологических универсалей то есть универсалия как бы по определению то стороны реальности которые в качестве атрибут входят в любые определения любых вещей свойства отношений первым пунктом здесь как раз что у нас входит во все свойства отношений это наше наше все это закон сохранения мощности это кинематическая система мер или в данном случае я как бы упрощаю здесь много приходится упрощать это категории пространство и времени но собственно это то что является первой задачей написано в началах наших о началах вот это небольшой брошюра но я считаю очень чрезвычайно важный что мы должны обязаны если мы планируем развиваться дальше как русское космическое общество предлагать миру что-то новое развивать этот язык и действительно это это антологического универсале который входит в определении любых вещей свойства отношений что я должен сказать что да это так это необходимые условия но недостаточно для того чтобы двигаться нам нужна соответствующая математика тензорный анализ который не находится в тензы и рассмотрение всех них устойчивого развития безусловно является мощнейшего инструмента но мощности его все равно недостаточно мощность чисто математически здесь необходимо включать которые находятся за бортом пока еще математику которая взяла свой старт от бурбаки это единая основа математики и который точно так же как устойчивое развитие не очень-то хочет путешествует потому что по разным причинам и спартак петрович никоноров который ушел из этой жизни который это теории развил до абстрактной теории ступеней множества как раз и сказал почему математики не торопится переходить и другие структуры но именно эта математика способна описать эволюцию и она оперирует понятиями категории разнообразие и отношений я бы так сказал что в данном случае мы имеем с одной странированной кинематической системы мира льды это единый рт единый на сферный язык здесь мы имеем единый математику здесь акцент на создание номинального мира идей здесь измеря измерения кину поминах мира хотя можно также описывать и идеи с помощью для но все-таки в первую очередь это феномены мир феноменов дальше есть еще две теории которые пока не входят так скажем в круг теории которым оперирует русском космическом обществе это периодические законы систем любой природы или системонония и природные отношения но природные отношения бы поставил знак вопроса на периодические законы систем любой природы здесь я уже готов защищать необходимость использования этой единой философии через периодически системы общих законов мира но это не значит что если я буду защищать это будет принято это надо подвергать постоянные научные подходы постоянной верификации то есть проверки их верности а также поиска узких мест или то что доказать того что они не работают или фальсификации с помилогии я уже там где-то 3 о нет уже где-то два месяца работаю но у меня масса вопросов михалова анчо беляева пока что то есть но я лично подтвердить не могу хотя с ним работаю про нас фермы язык лт я останавливаться не буду просто напомню образ из начала который все читали все об этом знают и я читал но я про себя скажу про других то что я работаю с этой книгой не означает что я могу достаточно хорошо и полно так скажем оперировать лт языком вот прочитать это не значит действие но тем не менее расшифровывать картинку никак не буду это просто копия из начала второй класс антологических универсалей вот здесь я хочу сказать несколько слов чтобы привлечь внимание к тому что это есть когда возник вопрос почему вопрос именно каким образом описывать огромные массивы огромные массивы которые невозможно будет описать чисто без использования цифровой техники которые массивы будут порождаться различными системы координат инвариантами когда мы будем в качестве вариантов описывать какие-то законы сохранения переводить другие системы координат с помощью кинематической системы мер лт будут порождаться огромные массивы и здесь нужна математика и помимо тензорного анализа трона который у нас развивает петров нужно математик который должна описывать не индивидуальный какой-то объект а целые классы выражать эти структурные свойства ими манипулировать преобразовывать эти структуры на заданные классах что как раз вот математика который здесь нам не мной названа именно разработана абстрактной теории ступеней множеств который как раз схематизируют вот эти все разнообразия и отношения между ними ну что под разнообразие не понимается ну как бы тут 2 то есть парность назову то есть это допустим единичное и множественное соответственно отношение это отношение изоляции и связи вроде бы простые вещи если так звучит но когда их становится много то есть изомбрилитен как здесь у нас получается л и т пространство и время здесь такие странные достаточно понятий как булиан это множество как бы это операции надо множество и декортиан это операции над отношениями но глубже вот просто на слух это воспринимать тяжело просто главное на режиме чувствовать прочувствуйте что такое аппарат есть есть эта школа который сейчас концептуально анализ и возглавляет захиджан анварович курчкаров также работы есть на работу теслинова андрея георгиевича который лично с не конором выпускала совместную книгу по системе управления я с ними со всеми общался и но к сожалению к сожалению математика после не конора в этой области не развивается и просто именно чисто философские рассуждения в данной области это необходимые условия но недостаточно такое мое мнение о состоянии концептуального анализа и то есть в том виде в котором есть и здесь ничего не остается как развивается здесь самостоятельно дальше ну и соответственно там существует понятийный аппарат начинается над ними процедуры над гулянами декортианами но это чисто в справочном привожу их слайдами над которыми сейчас как бы происходит работа ну и соответственно мы начинаем описывать некий шкалы множеств такие вот ступень и эти ступеньки приземляются на конкретной предметной области но именно этот подход именно этот подход позволяет нам обеспечить генетическое проектирование это та мечта который запустил не конору всеми десятом году который была прикрыта но именно но дает тот шаг о котором я скажу в конце то есть мне кажется что нам надо наравне с кинематической системы мер величин лт поставить в один ряд вопрос разнообразия отношений тот математический аппарат и понятно математической культуры но в частности меня не хватит у нас из многих здесь которые не хватит следовательно я как вижу задач привлекать соответствующих людей которые в рамках если у нас есть цель устойчивое развитие то есть понятно как и куда их вовлекать теперь следующие класса онтологических универсалей она здесь я вот как раз генетическое проектирование это та схема я не договорил который предложил никоноров и который вот я ее представил в таком виде что следующий шаг не цифры заниматься цифровизацией цифровой трансформации существующих процессов а синтезировать на основе базового генома то есть базовый геном какой-то описать и с помощью математики которые представлены а норм получать результат то есть обратно задача из разнообразия отношений которые физически взаимосвязаны кинематической системы мер лт выстраивать реальные объекты задачи ставится наоборот теперь несколько слов по поводу так скажем работает с тема но не ну я здесь больше обращусь так сказать эмоциональной части вот сошлюсь именно на последний доклад большакова который как бы получил возможность посмотреть есть он именно доклад от 8 сентября 2018 года где доклад был огромный большой там на 3 с копейками часов где в части значит в третьей части его как раз я написал это такой модифицированный скриншот с этого доклада здесь какая фраза ключевая проведенная что ни одной из существующих на протяжении 2500 лет философских направлений и школы не имеет в качестве базового предмета исследования законы систем любой природы ну и здесь вот мелким шрифтом абсолютно не читабельном приведены эти направления не действительно в рамках исследуется но я не знаю это 500 600 всевозможных философов да и еще раз что вопрос именно качестве базового следа законы систем любой природы то есть если в качестве онтологического универсалия начинают использовать эти подходы то мы имеем дополнение на или тут наряду с лт системы кинематической разнообразиями отношения это пуля на декортиан и еще законы систем любой природы и я это здесь пропущу что мы на сегодняшний день хочу обратить внимание поскольку предмет очень сложным не важно только сегодня обозначить что на сегодняшний день в этой области делалось и делается вот здесь перечислено сводная таблица периодический систем законов по датам то есть работа начатая в этом году провела вот только на этой странице мы имеем 36 периодических систем в каких областях там всеобщие законы мира на сферного урока психики человека развитие самосознание налога номер развитие вуза перелистываем на идущую страницу значит здесь будет покрупнее чуть-чуть на следующей странице периодически законы инноваций развитие коммерческих организаций и вот самые последние натуральных ароматов периодических систем частных законов периодически система науки чистописание целеполагания ноосферы и я в частности здесь как раз перед написал там периодически системную синтеза космоносистем косменно космических пространств какая здесь ситуация смотрите что получается тот как бы там эстафетная палочка вот сюда передано родила на сегодняшний день 56 вот этих периодических систем закон они существуют команда их пишет единственный недостаток в этой работе я могу только однозначно сказать следующее что этой системы на сегодняшний день не подвергается достаточно глубокая феррификации проверки на истинность ну и соответственно фальсификации но тем не менее нельзя не обратить на тот факт какая огромная работа проведена то что с 2005 года то есть буквально за 20 лет вот родилось столько законов то есть периодик стоп обращаю внимание это даже не законов а периодических систем законов вот это очень больше вводит в большое так скажем надо размышления потому что сам закону раскрывается на на конце и сейчас то есть так называемая экспликация приземления но это пока сделано на уровне научных исследований и нет инженерных пока решение в этой области и теперь на основании вышесказанного чем я как бы отвлек общее внимание значит выхожу с таким предложением в небо замечаю просто я считаю этот документ который я не знаю но у меня там настольный глобальной инициатива русского космического общества добавить такие предложения черным здесь написано то есть там сформулировали 5 глобальных инициатив это соответственно а первая четвертая пятая шестая седьмая инициатива начинается на сна сферный язык а для объединения законов естественно социальных гуманитарных наук на рассмотрение ну естественно это не может быть быстро какое решение все требует проверки верификации добавить глобальные инициативы единое описание математики основе абстрактной теории ступеней множеств и создание периодических систем всеобщих общих специальных и частных законов вот так а с моей точки зрения этого нашего на суд соединение вот этих трех подходов было бы они они только необходимым бизнес вернул ты языка здесь просто невозможно но и достаточно для получения тех результатов которые в части мировоззрения при еще а еще при этом огромный достаточно работ получения результат также и пункт 8 что нельзя только исследовать только изучать эти вещи у нас на сегодня запущен только два процесса а именно исследование есть ученые которые интегрированная часть нет и есть организация наша русское космическое общество проектная часть находится в этом смысле самом слабом состоянии и добавить именно восьмой пункт как инициатива проектирования потому что мы сами проектируем сейчас по своей вине организации спроектирована русское космическое общество но мы вот эти процессы процессы вместе а в данном случае приемлемые формы жизни не системно я называю то что рождается железяковой вместе с процессами на основе селицовом кремния это условно и нами мы его проектируют и это как обязательная часть потому что без верификации классификации мы в такой сложнейшей теме не получим достойных результатов и соответственно делать это с тем что если мы что-то делаем на сегодняшний день именно в русском космическом обществе который берет интегралов всего пространства то надо это делать вот в системе координат и это именно обозначить это тоже именно в системе пяти координат но в данном случае при удобстве что человек техника космоса это предложение и второе значит уже сегодня по существу эта работа может верифицироваться если просто акцентирует она по большому счету уже ведется не везде они не везде равномерно верифицироваться через игровые образовательно-проектные космоносферные процессы и пространство два из них находится за пределами русского космического общества это цифровая платилия и город будущего космос пространство будущего но как бы он наш член он все вообще все сто процентов дмитрий ну буквально там ему стоит только немножко еще перешагнуть сюда это по существу проект русского космического общества это не обсуждается но где-то так вот 10 на 90 10 до 90 здесь ну и соответственно проекта звездолет миссия нирма кгб где мы можем именно обкатывать всю модель всю модель именно и рассматривать их как проектирование космоносферных процессов и пространств со всеми вытекающими последствиями с привлечениями научного сообщества в части того чтобы там обкатывалась кинематическая система мер лт технология разнообразия отношений абстрактной теории ступеней множества и описание с помощью революционной генетической матрицы то есть практическая практически запуска этих процессов тот который сейчас идет и этот слайд вы уже видели это буквально там неделю назад его две недели его показывал значит какая здесь сейчас именно часть ситуации мы договорились спал роман чем что на этом этапе еще недели две а может три или месяца работа будет идти хаотически для того чтобы набрать нужную энергию но она уже набрана процесс пошел для того чтобы сигнал пошел с тех мест где это уже начинает работать там начнутся проблемы только тогда мы начнем схематизировать и вот ключевая фраза которая которая как бы у меня сформулировалась есть что который я выношу собственно на суд она здесь мелким шрифтом я забыл здесь убрать значит с моей точки зрения научной части необходимо сосредоточивать сосредоточиться создание конструктору мира и идеи на основе вот этих антологических универсалий но это стоит в начало только здесь добавить разнообразие и отношения и вот достаточно странная фраза но она в моем понимании и опять же делюсь своими так сказать сомнениями что получается нам надо как инициатива обозначить выращивание вот этого исправить то что есть вот та борьба который постоянно ведется на всех уровнях на всех пространствах очень тяжело надо с чистого места с чистого так скажем листа выращивать этот феноменальный то есть мир вот который мы взаимодействие с помощью чувств на основе конструктор конструктор и углеродного и кремниевого базиса и соответственно я перечисляю вот эти антологические универсалии л.т. это понятно разнообразие отношения бульяна декортиан и базовый геном мира мировая эволюционная генетическая матрица и фрактальной геометрии мира и наступать по всему пространству временному контину и самый удобный вариант это делать через игровые образовательно-проектные пространства я их еще раз то есть у нас сейчас не в теории а в практике доступно 4 опять с моей точки зрения именно игровых образовательных проектных пространств где которые ведут наши садеи это зотов это артем виктор и читай струк елена тимошкина это рубенко мари владимировна назару дмитрий викторович ну и люди которые здесь за кадром это бендер мы его тоже многие знали проявлений и дизайн александр геннадьевич коваленко то есть если каким-то образом вот это будет принято за на основу то тогда вот эти пять пространств и будут тем полигоном где будем создавать но их создавать чисто теоретически бессмысленно их надо сразу испытывать эти конструкты этими которые мы описали описываем и сразу их описывать в том виде в нашем виде в лт виде разнообразие отношений с использованием системанами других подходов если будут находиться другие универсалии и это продвигать по всему миру вот для этого я отвлек внимание меня вот так это что захотелось поделиться закончим прием да да слышно не слышно отлично хорошо ну что я могу сказать общину великолепно много чего у меня в голове не было и увидел первого снова как-то вообще картинка все тоже главное это посыл что работать надо добавить нечего самое-самое и хорошее в том что значат много стартовых мелочах много времени нужно потратить вот это можно просто сделать парамонс я здесь вот как раз какую цель преследовал вот увязать вот те вещи которые у нас есть именно в начало это что у нас есть практике но просто это произнести вслух она в принципе вроде все как и на поверхности но хотелось вот произнести я не знаю зря или не зря это сделал это же нет это очень важно однозначно потому что как-то целостную картинку нужно как-то выстраивать есть цель и должно быть на пути к цели какой-то как сказать как у нас правильно это называется какой-то космоплан слышно меня да отлично значит и нажми на стоп тогда записи да то есть стоп я вообще тогда давай завершаем эту запись ну запись завершаем общение не завершим это понятно заканчивая запись так